Любишь летать на самолете? Заплати государственный сбор. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект номер 2424, которым предлагается установить порядок взимания государственного сбора с каждого пассажира, который вылетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, который отправляется или прибывает в украинский аэропорт. В соответствующей статье 12 с пометкой 1 планируется дополнить Воздушный кодекс Украины. Соответствующий сбор наши законодатели планируют взимать с субъектов авиационной деятельности, то есть с авиакомпанией. Друзья, но самое интересное, что ставки этого государственного сбора, они у нас будут установлены в долларах, представляете? Все мы зарабатываем с вами в гривне, а эти ставки, налоги будут в долларах. За каждого пассажира, который будет улетать из украинского аэропорта, будет взиматься плата, если в пределах территории Украины 0,5 доллара, а если это международная перевозка, то целых 2 доллара с человека. Друзья, вы себе это вообще представляете, насколько это огромные суммы денег, если с каждого человека будут брать по 2 доллара за то, что он просто вылетел из аэропорта Украины в другую страну. А за каждую тонну груза, которая отправляется или прибывает в аэропорт Украины, планируется взимать 2,5 доллара, если это в пределах Украины, если это международные перевозки, то 10 долларов за тонну груза. Этот сбор не планируют взимать в случае перевозки, конечно же, должностных лиц и делегаций государства. Также перевозки гуманитарной помощи, полетов, связанные с предотвращением какого-то стихийного бедствия, перевозок пассажиров, которые относятся в принципе к категории лиц, которые вообще освобождаются от уплаты сборов, перевозок детей в возрасте до 2 лет, перевозок транзитных пассажиров или пассажиров с сервисными билетами, перевозок менее 10 пассажиров одним нерегулярным рейсом. В принципе, ничего умнее для пополнения бюджета Украины нельзя было придумать, в очередной раз залезли в карман населения, причем это сделали в скрытой форме, потому что налог будет взиматься с авиакомпанией, которые будут непосредственно включать это в стоимость билета, и человек, который не осведомлен, не следит за новыми законами, не посмотрел мой видеоролик, он даже не будет об этом знать. Друзья, с вами был адвокат Дмитрий Соловьев. Если вам нужны мои юридические услуги в Одессе или по Украине, вы можете смело ко мне обращаться, мои контакты есть на сайте. Сайт указан в описании под видео. А если это видео было вам полезно, информативно, поставьте палец вверх, подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видеоролики. И всем желаю хорошего дня и до новых встреч!